Истинно верующий человек, который следует учениям Аллаха, принимает все возможные меры, как будто от них зависит все, и затем полагается на Аллаха, как будто принятые им меры ничего не значат. Западный мир в поразительной форме придерживается всех причин, полностью полагается на них и обожествляет их, таким образом совершая многобожие. А исламский мир не придерживается причин, следовательно впадает в грех. Мир разделился на тех, кто совершает малое многобожие и большое многобожие. Западный мир впал в многобожие, а исламский мир впал в грех. Между теми, кто придерживается причин, полностью полагается на них, обожествляет их и забывает об Аллахе, и между теми, кто принимает всевозможные меры. И затем полагается на Аллаха, как будто он ничего не сделал. Отмените сейчас все неважные встречи, любые неважные встречи. Твой Господь Свят Он и Велик говорит, «Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него». Одно невидимое глазом создание может стать причиной отмены молитвы в Мекке. Может добраться до Америки или до любой другой страны в мире. От посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приводятся бесценные слова истины. Нет заразы и нет дурных предзнаменований. Зараза существует и передается. И потому хадис значит, что зараза передается только с дозволения Аллаха, то есть только если того пожелает Аллах. Все находится в Его руках, и даже это невидимое глазом создание. Есть много разных толкований этому. Все они, вкратце, указывают на величие Аллаха. Каким бы сильным ты ни был, каким бы ты ни был успешным, ты находишься во власти Аллаха. В одно мгновение все может перевернуться и может измениться твоя судьба. Поэтому сегодня человеку лучше сторониться всяких болезненных и ненужных действий. Соблюдайте дистанцию, не здоровайтесь с людьми за руку при встрече. Здоровайтесь издалека ради предосторожности. Что это за болезнь такая? В это трудно поверить. Клянусь Аллахом, я слежу за этой болезнью и читаю аят. Воинство твоего Господа не знает никто, кроме Него. И у меня волосы дыбом встают. Например, как ты поступаешь со своими подчиненными? Если он хорошо работает, ты оставляешь его на должности, а если он часто ошибается, то ты отказываешься от его услуг, наказываешь, предъявляешь ему обвинение и увольняешь. У Аллаха же есть миллиарды вариантов на нас. Миллиарды. Одно незначительное, невидимое глазу создание, изначально появившееся в Китае, добралось до Америки. В Китае есть район, где проживают мусульмане-уйгуры, у которых отбирают детей. Там происходят вещи, которые не поддаются разумному объяснению. Знаете же, Аллах велик. Ты преуспеешь только, если будешь искренен перед Аллахом. Будешь уповать на Него. И в-третьих, будешь придерживаться причин, как будто бы от них зависит все. Это нелегко. И затем будешь уповать на Аллаха так, как будто ты ничего не сделал. Это всего лишь пример для приближения смысла. Например, у нас, в Иордании, чтобы проверить двигатель, масло и тормоза машины, ты поехал бы в Акаба. Ты проверяешь свою машину, принимая все меры предосторожности. Затем полностью уповаешь на Аллаха, как будто ты ничего не сделал. Это нелегкий процесс. Принимая меры, мы начинаем думать, что сами достигнем успеха и забываем об Аллахе. А непринятие мер приводит к его самонадеянности. Господи, у нас нет никого, кроме Тебя. Что насчет Твоей искренности? Все ли у Тебя в порядке? Все ли у Тебя в доме по исламу? Являются ли Твои встречи исламскими? Проводишь ли ты свои вечера в соответствии с исламом? Зарабатываешь ли ты соответственно исламу? Отвечают ли исламским понятиям Твои общественные связи? Проводишь ли ты свое свободное время в соответствии с понятиями ислама? Посмотрите на то, что делает с нами Аллах. Аллах любит нас. Он создал нас, чтобы проявить к нам свою милость. Он создал нас, чтобы осчастливить нас. Он создал нас для рая, ширина которого равна ширине небес и земли. В нем есть то, что не слышало человеческое ухо, не видел человеческий глаз и даже не приходило на ум никому. Это предисловие ради того, чтобы мы придерживались причин. Так, как будто от них зависит все и в то же время. Уповали на Аллаха. Как будто совершенные нами причины ничего не значат. Заразы нет. Это отрицание. Но зараза есть. И она переходит только с дозволения Аллаха. Какие у тебя отношения с Аллахом? Приведу пример, чтобы сблизить смысл. Представьте себе 20 или 30 диких животных, голодных, которые крепко привязаны и их поводья находятся в руках милостивого, знающего и мудрого. С кем ты будешь налаживать свои отношения в таком случае? С дикими животными или с тем, кто держит в руках их поводья. Если он расслабит их поводья, они дотянутся до тебя. Но пока он удерживает их, ты находишься в безопасности. Итак, с кем ты будешь налаживать свои отношения? С Аллахом. Потому человек должен бояться только своих грехов и надеяться только на своего Господа. Эти два изречения и есть краткое изложение сути всего сказанного. Человек должен бояться только своих грехов и надеяться только на своего Господа. Ты должен налаживать отношения не с дикими, голодными животными, а с тем, в чьих руках находится их поводья. Они находятся в руках Аллаха. Следующий аят очень подробно и очень точно передает этот смысл. Стройте свои козни против меня все вместе. Это вызов. Стройте свои козни против меня все вместе и не предоставляйте мне отсрочки. То есть не откладывайте и не сомневайтесь. Воистину я уповаю на Аллаха, моего Господа и вашего Господа. Нет ни одного живого существа. Любое существо, которое ползает по земле, которого бы он не держал за хохол, воистину мой Господь на прямом пути. Клянусь Аллахом, как-то раз я смотрел на землю и увидел ползущую черточку длиной в один миллиметр или даже меньше и шириной почти в ничего. Это был муравей. Ползущее создание длиной в один миллиметр и шириной в ничего. Это и есть живое существо. Также синий кит, который весит 150 тонн. Живое существо. 150 тонн. 50 тонн жира, 50 тонн мяса и 50 тонн костей. Это 90 баррелей масла. Во рту у кита могут поместиться 10 мужчин, стоящих в полный рост. Одного из благородных пророков проглотил кит, нашего господина Юнуса. Он возвал из мрака. Нет божества, кроме тебя. Причист ты. Воистину, я был одним из беззаконников. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Обрати внимание на эту историю, которая позднее стала правилом. Он сказал, так мы спасаем верующих. Что может быть хуже, чем оказаться внутри кита, когда нет никакой надежды на спасение? Никакой. Это Коран. Речь единственного судьи. Юнус понял, что оказался внутри кита. И возвал к Аллаху. Из мрака. Из мрака ночи, мрака моря и мрака в животе кита. Нет божества, кроме тебя. Причист ты. Воистину, я был одним из беззаконников. Мы ответили на его мольбу и спасли его от печали. Так мы спасаем верующих. Если Аллах с тобой, то кто будет против тебя? А если Он против тебя, то кто будет с тобой? Господи, чего лишается тот, кто обрел тебя? И что приобретает тот, кто потерял тебя? Канал «Голос истины». Работает для того, чтобы вы больше узнавали о своей религии. Оставляя комментарии и участвуя в обсуждениях, вы помогаете проекту в распространении и продвижении исламского контента, становясь участниками благого призыва. Подписывайтесь на канал, делитесь видеороликами, ставьте лайки и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И да вознаградит вас Всевышний за помощь в распространении ислама.